всем громадный привет меня зовут валентина и сегодня приглашаю вас на барахолку в городе фирнхайм германия данное мероприятие проходит раз в месяц последнее воскресенье и находится эта барахолка на территории парковки торгового центра рейнникар первое что я увидела это вот эти вот интересные цветы здесь на барахолке можно найти все вот примеру начиная от какой-то необыкновенные обуви до кожаные сапожки с прорезями с острым носочком до классных брендовых позиций например как вот этот жакет шерстяной от бренда юб серого цвета он мужской но я люблю такие в женском кардеробе вещи наблюдать единственный нюанс цены здесь не бюджетные а я несколько раз разговаривала с людьми которым удавалось купить недорого здесь вещи в принципе мне тоже несколько раз такое было но в 90 процентов случаев здесь продавцы очень любят свой товар и не делают на него доступный ценник вот интересные мюли на каблучке еще обнаружены были также мне понравились вот эти вот сандалики кожаные у которых видите такое впечатление как носочки сделаны конечно интересно смотрятся я у этой девушки спрашивала цены на другую вещь было очень дорого поэтому пробовь я даже не стала интересоваться приезжаем мы сюда не под самое открытие и людей когда я приезжаю всегда очень и очень много вот видела сумку за этот бэк марка джейкобс ой кстати вот эти вот дощечки они были по одному евро и вот эту вот серебряную я купила и потом пожалела что не взяла их все они такие классные так хорошо в интерьере смотрится это вот настольный футбол для фаната игр мне кажется хорошо можно купить не так дорого как магазине то мне понравился плакат какой здесь куртка барбур хороший бренд и знаю что в германии ценится вот это вот была гуччи такой бомбер интересный но я засомневалась его оригинальности хотя бирка была но что-то мне смутило по качеству это вот пуховик монклер тоже попался далее я прошлась в другую сторону видите глаза разбегаются не знаю на что сконцентрировать внимание на съемку либо на поиск того что интересное можно найти меня часто просто снимать вот барахолку как и есть как это проходит на самом деле а не какие-то вырезанные кадры вот пожалуйста иду с телефоном сразу все снимаю немножко страдает стабилизации мне режет это глаз поэтому извините вот нашла такой лоточек с колечками эта женщина на каждой барахолке присутствует я у нее иногда покупаю бусины иногда у нее есть такие уже готовые шарики заготовки из бисера ну и часто свои изделия она продает но цены у нее средненькие я бы не сказала что тоже бюджетные барахолки я часто охочу из-за бисера бусинками но не могу сказать что вот это вот место хорошее для такого рода шоппинга кстати рандомный факт про мою маму она эту барахолку очень любит и всегда ездит туда к открытию то есть я тоже туда езжу постоянно мы приезжаем в разное время ну и плюс я езжу с ребенком вот и момент когда я хожу снимаю видео мой ребенок находится с папой вот потому что ему последнее время подобного рода мероприятия не интересны помимо того что я всегда ищу красивую бижутерию бусинки я всегда смотрю на сумки и мне хочется найти какую-то незамысловатую модель кстати в конце этого видео я покажу свои покупки не только за эту барахолку но из предыдущего видео которое пообещала проанонсировала и не показала а вот это вот просто вау это настоящие туфельки миу миу с коробкой но они были 3 6 размера и я не дождалась продавца поэтому я поснимала фрагментик и пошла дальше а так конечно шикарно если меня смотрят любители антиквариата то я очень рекомендую посетить эту барахолку здесь действительно попадаются очень интересные экспонаты они не бюджетные но хотя я не такой знаток антиквариата возможно вот та цена на которое который выставляют продавцы для людей которые занимаются антиквариатом она не считается высокой ну как бы для меня дороговато это вот мне понравился клатч конечно же всегда вещи расшитые бисером пользуются у меня отдельным спросом а еще хотела рассказать такую историю мне нужно было купить кухонные приборы ложки вилки ножек я хотела это сделать комплектом и пойти в магазин и купить это каждый может ничего здесь сложного нет а мне хотелось найти на барахолке какой-то очень эксклюзивный экспонат и вот я искала на таких барахолках но именно в этот заход ничего не было найдено но как-то на нашей барахолке манхаймовской я нашла красивые ложки вилки меня отлег ребенок мой я пока его успокаивала от какой-то какого-то каприза забыла то что палец мне вот эти вот почти что из моего вишлиста ложки вилки и не купила но потом их уже не просто напрашивается вывод хороша ложка к обеду что если что-то приглянулось то стоит рассмотреть и не откладывать на потом эту идею вообще для меня поход на барахолку это антистресс это лечение от какой-то хандры пота настолько поднимается настроение это бесплатная перезагрузка вот я иду рассматриваю какие-то детальки постеры плакаты картины иногда мне включается какие-то дизайнерские взгляды хочется то переделать квартире хочется какую-то там допустим статуэтку купить не всегда конечно это покупаю иногда это просто прорабатывается такая идея плюс это классное знакомство все немецкая культура потому что здесь ценятся национальные предметы которые внедряются в дом здесь я опять видела расшитую сумочку но очень красиво конечно это думаю не ручная роспись росшивка это видно машинное здесь интересные древние артефакты какая-то девушка лицо который можно красиво повесить на стену под какой-то интерьер старинная лампа вот еще одна старинная лампа 10 минут от шоппер понравился с акваяжик кожаный бордового цвета внизу лежали интересные крючки и вешалки мне нравятся вот такие вот золотистые изделия которые смотрятся в современном ремонте хотя вещи эти далеко не новые а вот это два классных галстука один это джанни versace королевского синего цвета с элементами леопардовыми еще один факт про меня я всегда когда приезжаю на эту барахолку хожу по всем этажам и на первом и на втором и на третьем но заметила что покупки чаще всего делается на первом этаже а последующие просто уже посещаются для ознакомления возможно тому кто занимается торговлей на барахолке этот факт будет интересен места здесь занимаются рандомно то есть кто при первой приехал тут и занял поэтому если кто-то соберется ехать на барахолку в фернхайм то и торговать то я советую приезжать заранее как-то разговаривала женщина которая там продает она говорит они приехали в 6 но смогли найти себе локацию только уже на втором этаже там в закутке и за что я еще люблю эту барахолку что здесь часто люди приходят со своими питомцами вот эти вот собаки это отдельная любовь здесь мне очень понравилась корова интересная такая статуэтка к ней кстати еще одна комплектом шла тут мне приглянулась сумочка это я искала какой-то интересный шарфик либо галстучек старинная люлька но какая же она очаровательная ее можно знать так сбоку раскачать и конечно я бы туда наложила кучу матрасиков чтобы ребенку который лежит внутри было мягко как на перинке но теперь давайте покажу что было куплено и так здесь первая вещь это рубашка она мужская и если присмотреться на ней присутствует акварельная роспись и это имитация подтяжек как будто бы их несколько ярусов эта рубашка была куплена за 1 евро эта вещь относится к тем покупкам которые были сделаны несколько недель назад я показывал ролики только я забыла показывал ролик забыла показать что было куплено вот одна из вещей вторая находка это вот эти вот джинсы серебристые они и на бирке были с надписью mom and slim fit то есть посадка как у мамсов а зауженные к низу джинсы были куплены тоже на этой барахолке они абсолютно были новые на барахолке которая все по евро и что мне еще нравится эти джинсы можно интересно подворачивать по низу сейчас очень рекомендую делать отвороты здесь не показывала этот нюанс но потом для себя придумала такой апгрейд как можно их носить но вообще серебряный цвет сейчас популярны и поэтому еще можно поносить это творение далее платье си бай хлоя это молодежная линейка французского бренда хлоя платье красивого королевского синего цвета здесь вискоза в сочетании с шелком она идет на талии слегка завышенной очень комфортно и удобно и еще одна вещь и купленная за 1 евро это вот эти вот вискозные шорты красного цвета в белые сердечко как белый горошек смотрится но если присмотреться поближе то видно что и горошек сердечко это шорты винтажные очень классные они как бермуды идут может быть даже смотрятся как юбка хотя это не юбка посадка высокая и к ним еще в комплекте шел их родной белый поясочек супер удобные им кто-то скажет что они напоминают панталоны но сейчас пижамный стиль в моде и эти шорты можно интересно обыграть я их носила вот когда было жарко у нас так несколько дней просто с футболкой но также их классно можно просочетать каким-то жакетом с мужского плеча либо можно с туфлями на каблучке то есть мне не понравились очень следующая находка это вот это вот вязаная юбка бежевого цвета бирка с брендом срезана но мне этикетка очень напомнила и чем дэм хотя подобная модель была узара но этикетка низаровская сто процентов шикарная вязка на боку у этой юбки есть разрез она полностью просвечивается поэтому носить ее в городской среде либо с каким-то верхом которые прикрывают пятую точку либо я рекомендую такую юбку брать с собой на пляжную моду вот я хочу ехать на моря в ближайшее время и эта юбка скорее всего появится мной буду ее просто поверх купальника носить видео получается достаточно длинным поэтому покажу еще одну вещь из приобретенных на барахолке на этом буду заканчивать итак это пояс все как я люблю здесь россыпь бисера бусинок пайеток на замши очень качественно вышита пришита на ленточке это поясок конечно он с претензией его под все поносить не получится почему-то камера не передает жизни у него больше королевский оттенок синего но такую красоту и не могла конечно же оставить обошелся что-то до 1 евро вот я уже сказал что это не все мои покупки но все на которые покажу сегодня потому что очень много времени уходит на съемки монтаж и видео вышло уже достаточно объемная по размерам как показывает мне статистика сильно длинные видео вы не очень любите вот еще я заканчивая буду просить вас подписаться на канал чтобы не потерять меня и также включить кнопку уведомления чтобы вы знали когда выходят новые ролики вообще график у меня вторник четверг иногда суббота 18 00 по немецкому времени все теперь я уже точно закругляюсь спасибо большое за просмотр ставьте видео лайк и пишите комментарии хорошего вечера улыбок добра всех благ